Вирус продолжает атаковать. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в нашем городе растет. А у нас дешевле в Алтайский край в числе лидеров по ценам на продукты для вареников с картофелем. В памяти паралимпийского чемпиона в Бийске прошли соревнования лыжников. В Бийске продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сегодня сообщила Екатерина Чуликова, начальник отдела Бийского межрайонного медицинского округа. По ее словам, в настоящее время в городе полностью остановлен учебный процесс в 17 школах. Кроме этого, в других учебных заведениях, которые продолжают работать, на карантин отправлены отдельные классы. Всего таких классов 35. В детских садах ситуация более стабильная. В шести учреждениях закрыто всего лишь несколько групп. Напомним, школы и детские сады, а также отдельные группы и классы закрывают на карантин, если в них болеет больше 20% детей. Муниципальное предприятие «Водоканал» с сегодняшнего дня возглавил новый директор. На плановом совещании в администрации города Николай Нонко официально представил Геннадия Чумичева и рассказал, в связи с чем произошли кадровые изменения. К сожалению, не получилось. У Игоря Васильевича Пархоменко контракт у него 29 числа закончился. Ситуация на «Водоканале» не позволила продлить с ним действующий трудовой контракт, поэтому произошла вот эта замена. Ситуация на предприятии по-прежнему сложная, но далеко не критическая. Геннадий Чумичев много лет руководил предприятием «Бискоэнерготеплотранзит», поэтому он хорошо знает город и его инфраструктуру. Сейчас главная задача, которую поставили перед новым директором – погасить долги предприятия. В «Водоканалу» предстоит рассчитаться с энергетиками, пенсионным фондом и налоговой инспекцией и уже в дальнейшем работать в нормальном режиме. С сегодняшнего дня пенсии россиян увеличились на 4%. Правда, коснулось это увеличение только неработающих пенсионеров. В нашем городе таких пенсионеров 57,5 тысяч человек. Это повышение является компенсацией инфляции. Для пенсионеров, которые прекратили работать после 30 сентября 2015 года, индексация носит заявительный характер. С документами нужно обратиться в отделение пенсионного фонда или многофункциональные центры. Пенсии в Алтайском крае увеличились примерно на 450 рублей. Средний размер выплат в регионе теперь составит 11 800 рублей. Алтайский край в числе лидеров по ценам на продукты для вареников с картофелем. Наталья Кондакова сделала свой вывод и выяснила, что дешевле – лепить или купить. Индекс вареника придумали журналисты одного интернет-портала, чтобы в какой-то мере определить уровень жизни в регионах в наступившем году. Остановились на классическом рецепте славян – варениках с картофелем. На тесто потратили 200 граммов молока, 600 граммов муки, картофеля примерно 800 граммов, 100 граммов репчатого лука, по 50 граммов сливочного и растительного масла. Заправить блюдо предлагалось сметаной. Выяснилось, что такой набор дешевле всего обойдется жителям Омской области – 94 рубля 63 копейки. На втором месте – Татарстан – 95 рублей 38 копеек. Алтайский край поделил третье место с Курской областью. Затраты составили 95 рублей 80 копеек. По данным Федеральной службы государственной статистики на Алтае, стоимость таких продуктов, как мука, масло, сметана, намного дешевле, чем в большинстве других регионов. Вот в этом магазине мы узнаем, сколько стоит, например, мука, сливочное и растительное масло, картофель, а также узнаем, почем готовые вареники. Самые дешевые вареники с картошкой, к нашему удивлению, в одном из торговых центров Биска можно купить за 60 рублей. К примеру, на рынке такие же изделия из пресного теста стоят до 150 рублей. Муку предлагают за 19,50 за кило, стоимость самых недорогих яиц – 45 рублей. Сливочное масло на выбор – 305 или 150 рублей. И все-таки решили спросить горожан. Как вы считаете, что дешевле – самим лепить вареники с картошкой или купить? Я считаю, самим лепить. Почему? Ну, как сказать, почему? Картофель вырастили, сварили, а здесь за него все равно заплатить надо. За тот же лук, за тот же картофель. Ну, сколько там стоит? Смотря еще кому легче. Сельским жителям так у них и куры свои, яйца свои. Мука, поэтому я считаю, не полениться, можно самим приготовить еще вкуснее. Да самим, конечно. Почему? У самих все равно вкуснее получится. Ты же делаешь от души и для своих родных и близких. Что дешевле и выгоднее – самим лепить или купить вареники? Самим лепить вкуснее. А дешевле? Ну, не считал. Ну, я люблю сама лепить, и поэтому всегда лепим сами. Внуки любят, когда сама леплю. А то, что выгоднее, не знаю. Не пробовала. Не покупаю я вообще. Не поленилась и наша съемочная группа. Лепили вареники сами. Из расчета на троих человек. На муку пшеничную потратили 26 рублей. За 50 граммов сливочного масла – 13 рублей. Лук «Любим» в больших количествах обошелся в 12 рублей. Картофель – 10 рублей. 2 столовые ложки растительного масла для теста, а это 34 грамма – 4 рубля 76 копеек. Сметана ушла 1,5 стакана – 29 рублей 25 копеек. Итого, славянское блюдо удалось приготовить за 95 рублей – 1 копейку. Правда, обошлись без молока. Таким образом, не только уложились в объявленный на Алтае индекс вареника за 95,80, но и сэкономили 79 копеек. Выгодно живем! Наталья Кондакова, Андрей Сегаев, Иван Зяблицкий. Будни. «Биски рабочий» в тренде. Сегодня заработала усовершенствованная версия сайта самой популярной общественно-политической газеты города. Сайт «Биски рабочий» очень популярен в первую очередь за счет ленты новостей. Каждый день здесь публикуются до 15 самых актуальных городских информаций. Сообщения экстренных служб, пояснения администрации города, события и люди. Они оригинальные и они первые. Именно это позволило сайту стать первым в городе и войти в десятку самых цитируемых СМИ Алтайского края по версии медиалогии. Ничего лишнего, все легко и доступно. Именно так редакция говорит о новом сайте. Он выполнен в минималистическом стиле, что сейчас очень актуально. Также сайт стал более удобен для чтения людям с пониженным зрением. Шрифт заметно увеличен, стали больше в размере и фотографии. Несколько изменились рубрикатор и навигация, что также облегчило пользование сайтом. К примеру, если раньше статьи, крупные журналистские материалы находились в подвале, если так можно сказать, в подвале старого сайта, то теперь по приоритету они находятся на таком же месте, где и новости. То есть их можно прямо сверху видеть, сверху сайта. Также одна из особенностей обновленного сайта – это то, что он хорошо смотрится, одинаково удобно смотрится и на персональном компьютере, и на планшете, и на смартфоне. Контент сайта «Бийского рабочего» обновляется ежедневно и даже ежечасно, если иметь в виду ленту новостей. Поэтому добро пожаловать на сайт «Бийского рабочего». Произведения лучших авторов «Бийска» и «Бийского района» можно теперь увидеть в одной книге. В нашем городе состоялась презентация сборника «Родной земли. Многоголосие». Впервые за существование «Бийского района» вот этот сборник стихов, прозы, вот эта первая книга, я думаю, считаю, что это событие для «Бийского района». Один из организаторов данного мероприятия – Анатолий Лещов. Он лично занимался подбором произведений для книги. Кстати, его творчество тоже можно встретить в сборнике «Родной земли. Многоголосие». Нелегкий путь проделала книга, прежде чем попасть в руки читателя. Вначале сложный авторский отбор. Из огромного числа желающих было выбрано только 32 автора. Их произведения вошли в сборник. Затем долгий выбор самих произведений. Верстка на бумаге и, наконец, первый экземпляр готов. В нем собраны лучшие авторы и произведения. Сегодня данную книгу можно увидеть в библиотеках города и района, а также приобрести в любых книжных отделах. Мы решили издать сборник, который должен быть интересен каждому жителю нашего района, который должен быть полезен юному поколению. Каждый житель, я думаю, и каждый читатель этого сборника найдет в нем что-то для себя важное и нужное. И познакомится с талантливыми людьми нашего района. А теперь новости спорта. Сегодня Игорь Бак получил значок мастера спорта России. Норматив он выполнил на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каное, которые прошли в конце прошлого года в Челябинске. Я обязан выполнить поручение министра спорта Российской Федерации Виталия Леонтьевича Матко. Звание почетное мастер спорта России. Знак вручается чемпиону России Игорю Дмитриевичу Баку. Значок мастера спорта вручил директор Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Владимир Альф, который специально приехал из Барнаула. Поздравил спортсмена и депутат Государственной Думы от Алтайского края Александр Прокопьев. Подробный репортаж о награждении Игоря Бака, а также о появившейся в городе новой тренировочной базе для гребцов. Смотрите завтра в нашей программе в 19.00. Почти две сотни бейчан, гости из Белокурики, Республики Алтай и Барнаула, встали в минувшее воскресенье на лыжи. Их объединила не только любовь к спорту, но то, что все о ней знали нашего выдающегося паралимпийца Николая Ильиченко. В городе прошли первые соревнования, посвященные памяти этого великого спортсмена. Рассказывает Ирина Дубицкая. Юные школьники и 80-летние ветераны. Те, кто только начинают делать первые шаги в спорте, и кто с лыжами давно на «ты». У каждого сегодня своя гонка, но посвящена она одному человеку – Николаю Ильиченко. Его вклад в спорт трудно переоценить. Николай стал первым бейским паралимпийцем, который выехал на международные соревнования. А уже спустя четыре года он был трехкратным паралимпийским чемпионом. Это повод почтить память Николая, вспомнить его. Поэтому здесь вот именно задача – просто собрать вместе всех, кто помнит, кто знал его. Ну а молодежи, еще раз напомню, что в Бийске жил, родился, тренировался и жил такой именитый спортсмен. Татьяна Ильиченко сегодня тоже вышла на лыжню. Это ее первые в 2016 году соревнования. С собой она привезла полуторагодовалого внука Александра. Он пока стоит только на ногах. На груди Александра красуется номер шесть. Это у нас дедов номер. Это номер с паралимпийской эстафеты в Сотлэйк-Сити, где Николай как раз бежал в третий этап, и наша команда завоевала золотую медаль. То есть это номер с четвертой паралимпийской медали Николая Ильиченко. В этот день стартовали 180 участников. Гонка свободным стилем проходила в девяти возрастных группах. Самым младшим участникам 10 лет, самому зрелому за 80. Анна Ильиченко прибежала в своей группе третий. На дистанции в два километра она выложилась по максимуму. Тяжело было, сильно не могла. Анна Ильиченко представляла спортивную школу номер один. Когда-то именно здесь начинал и сам Николай Ильиченко. Интересно, что великий паралимпийц в первых соревнованиях своей жизни пришел последним. Но именно тогда и приметил 13-летнего мальчишку тренер. Бывает, что и последним приходит. А данные желания, он бодался с этой лыжней, но дотерпел. Но это уже в 13 лет было заметно. И уже через дня два он пришел ко мне на тренировку. Соревнования, посвященные памяти Николая Ильиченко, теперь будут проводиться в Бийске ежегодно. Победители и призеров первенства наградили медалями и памятными подарками. А майку с номером 6, которой маленький Александр приехал на соревнования, передали вместе с портретом Николая Ильиченко в музей спортивной школы номер один. Ирина Дубицкая, Евгений Плохотин, Андрей Сегаев. Будни. И о погоде. Завтра, 2 февраля, в нашем городе будет облачно. Ночью минус 16, минус 18. Днем от 7 до 9 градусов мороза. Это все новости на сегодня. Желаем вам приятного завершения вечера. Всего самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова